Отечественные хоккеи Отечественные хоккеи Отечественные хоккеи Отечественные хоккеи Отечественные хоккеи Воааааааа! Вот уже третий раз подряд мероприятие проводится совместно Федерации хоккея России и букмекерской компании «Лига Става», которая с 2017 года является официальным партнером сборной России по хоккею. Изначально премия была организована с целью отметить особые успехи наших спортсменов, которые своими достижениями не только двигают нашу сборную вперед к новым победам, но и прямо сейчас пишут современную историю российского спорта. Все мы понимаем, что хоккей — это командная игра. Успех не зависит в первую очередь от слаженных действий всего коллектива в целом. Однако не менее важно поощрять тех, кому особенно ярко удается проявить себя, так называемых героев хоккея. Именно в этом и есть цель нашей премии. Самое время перейти к церемонии. Для приветственного слова на сцену приглашается президент Федерации хоккея России, лучший вратарь 20 века, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы Владислав Александрович Третьяк. Ваши аплодисменты. Дорогие друзья, рад вас всех видеть в хорошем настроении. Посмотрели роль побед наших. Вы знаете, что на следующий год мы будем праздновать 75 лет нашему хоккею. Будем отмечать наших ветеранов. Вообще, кто воспитывает молодых ребят, кто вас воспитывал. Постараемся какие-то награды, премии сделать. В общем-то, очень важный следующий год. Но этот год у нас заканчивается. Дай Бог, чтобы он закончился хорошо, потому что все мы в преддверии вашего выступления. Потому что сегодня такое положение в стране, вы понимаете, немножко унылое. И вот Евротур, который прошел в Финляндии, он сколохнул настроение людей. Тем более, у нас сейчас футболом неприятности, вы понимаете, практически все матчи проиграли. Поэтому у нас сейчас вот что? Там лыжи, биатлон, ну как-то вот побед нет. Поэтому я вас не хочу агитировать за советскую власть. Вы сами понимаете, вы должны получать удовольствие от своей игры. Просто выходить и получать удовольствие. А получать удовольствие, когда выигрываешь. И уважение каждому сопернику. Вот сейчас вы должны действительно показать декабрьский. Это наш турнир. Наш народ, к сожалению, не полный будет. Но все будут смотреть. Потому что сейчас большинство людей дома. И будут смотреть ваши матчи. Ну а потом мы, конечно, в надежде на нашу молодежную сборную, которая поехала в Эдмонтон. Вот вчера, ну вы были свидетели, мы играли хороший матч, когда ветераны с вами играли. Вот эта вот связь поколений тоже очень важна. Вы увидите живых легенд. Тех ребят, которые, знаете, не за деньги, а за свое патриоты, за свое имя, за свой клуб, за страну играли. Вы вот видели этих игроков, выходили на площадку. Это дорогого стоит. Потому что когда вы еще не родились, они уже завоевывают золотые медали для нашего чемпионата. Ну а сегодня я хотел бы сказать Юрию Васильевичу, который у нас Лига Ставок, который действительно очень любит хоккей. Я хочу сказать, помогает. Я к нему еще обратился. Я говорю, ты знаешь, в Ульяновске детская спортивная школа детишки хотят играть на хоккейной площадке. И он откликнулся, и мы с ним, там морозный был день, и мы с ним открыли. И такое счастье, пацанам получили эту хоккейную коробку открытую. Еще раз большое спасибо. Вам удачи. В новом году исполнение всех желаний. И вот то, что сегодня это есть премия, большое вам спасибо за это, потому что это очень здорово. Это пропаганда нашего спорта, а вы еще и поддерживаете нас как спонсор. Поэтому мы очень рады этой встрече, очень рады, что сегодня награды найдут своих героев. Так что всем успехов. Спасибо. Спасибо, Владислав Александрович. Для приветственного слова приглашаем на сцену первого вице-президента и главу штаба Федерации хоккея России Романа Борисовича Ротенберга. Всем добрый вечер. Рад всех видеть здесь. У нас так начинается хоккейный праздник. Играть в хоккей – это уже праздник, и это замечательно. Так хотел присоединиться к Славану Александровичу и пожелать всем, чтобы все получали удовольствие, и благодарить компанию «Легоставок» Юрия Васильевича, которые нам помогают. Без наших партнеров мы не сможем создать такой праздник. А праздник мы создадим, получая удовольствие и побеждая всех наших соперников. Еще раз всем пожелать удачи, в первую очередь. Всем удачи и вперед! Только вперед! Благодарим вас, Роман Борисович! Для еще одного приветственного слова приглашаем на сцену президента букмекерской компании «Легоставок» Юрия Васильевича Красовского. Аплодисменты! Добрый вечер! Роман Борисович, для меня большая честь находиться здесь сегодня с вами. И, конечно, мы гордимся этой премией и то, что мы имеем к ним отношение. Почему? Потому что хоккей, Владислав Александрович сказал, и биатлон, и футбол, хоккей был, есть и будет – это сердце спорта России. И я, будучи маленьким мальчиком при СССР, конечно, я помню Владислава Александровича и Ларионова, и Фетисова, и помню даже Харламова. Вот дедушка и бабушка все смотрели. Ребята, мы находимся между болельщиками и спортом. Мы контактируем с болельщиками, и они ставками голосуют за тот спорт, который им больше к сердцу и лучше. И поверьте, это однозначно хоккей. Мы можем говорить про футбол, понятно, про иностранный, но российский хоккей, Россия – это то, что у нас есть. И, конечно, этот год, к сожалению, немножко укороченный, лишил многих болельщиков той радости, которую они получают, когда смотрят хоккей. Что бы я хотел еще сказать? Премия хоккея – это дань уважения к тем игрокам, которые создали это имя, которые возводили нашу страну на высшей ступени педестала. И это, конечно, дань сегодняшним чемпионам, сегодняшним героям. И, наверное, где-то какой-то аванс. И вы, сборная команда России, я бы так сказал, что это продолжение сборной СССР, вы несете тот исторический код, который заложили герои, которые прославились даже без этой премии. Вообще, вот есть такая идея, конечно, все-таки отметить и ветеранов отмечать тоже этой премией. Потому что это пример не только для хоккеистов, это пример для мальчиков и девочек, для миллионов мальчиков и девочек. Ну, сегодня хоккей, по-моему, начинает еще сильнее играть. Очень-очень сильно играли ребята сборной, вы играли очень-очень сильно на Кубке Кореала. Потому что я вам хочу сказать, что из-за состава, из-за молодого состава, многие букмекеры в мире давали котировки. И сборная России была аутсайдером. Но вы показали, наша сборная показала, как умеет играть. И молодежка дерзкая, новая. И, конечно, очень перспективная. И мы ожидаем, что нас порадуют все этими минутами и часами великой игры. И месяц мы будем отмечать будущие победы. А это как раз не заработали. Заработали. Ставили, ставили. Хоккей у нас любят. Ребята, так держать. Только вперед вместе, чтобы побеждать. Большое спасибо, Игорь Васильевич. Ну, а теперь перейдем к самому интересному, к вручению наград. Несмотря на то, что это уже третья премия, мы все так же волнуемся за результаты и с нетерпением ждем объявления имен победителей. Наша первая номинация – дебют в сборной. Ее лауреатом становится игрок, который впервые сыграл в составе национальной команды, продемонстрировал прогресс и впечатляющие игровые качества. Внимание на экран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Хоккеист, который станет обладателем этой премии, является гордостью для своих тренеров и наставников. Победителя в номинации определяли члены Зала славы отечественного хоккея. Итак, вот заветный конверт. Что же, друзья, с волнением, ровно, наверное, как и вы. Сейчас открываю его и узнаю, что дебют в сборной. Это Кирилл Марченко. Ваши аплодисменты. Кирилл, пожалуйста, к микрофону. Несколько слов. И, конечно же, награда вам. Да, в принципе, говорить-то особо нечего. Хочется сказать спасибо и тренерам, и руководству, что дали возможность, дали шанс. Поблагодарить партнеров по команде и все. Спасибо. Итак, переходим к следующей номинации. Лучший снайпер. Точность — это то, без чего не может обойтись ни один профессиональный хоккеист. Каждая игра — это сложный процесс, состоящий из множества частей. Однако ее главный итог — это все-таки гол. То самое заветное попадание в ворота противника, которое определяет исход матча. Победителя в этой номинации можно признать настоящим экспертом в этом вопросе. Мастером, которому по силам преодолеть все препятствия ради единственной цели — шайбы в воротах. Внимание на экран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Определить победителя в номинации «Лучший снайпер» нам помогла игровая статистика. Итак, чье же имя мы найдем в этом заветном конверте. «Лучший снайпер» — Антон Слепышев. Ваши аплодисменты. Кстати, Антон Слепышев у нас стал победителем еще одной номинации «Самый ценный игрок», результат которой определяли болельщики интернет-голосования. Что же, мы поздравляем Антона с заслуженными наградами. К сожалению, сегодня он здесь присутствовать не может. Тем не менее, награда попадет к нему в руки. Ну а он нам прислал видеообращение, которое мы тоже можем увидеть на экране. Всем привет! Очень приятно получить эти награды. Хочу сказать большое спасибо партнерам по сборной, тренерскому штабу и болельщикам, которые за меня голосовали. А также хочу пожелать удачи и победы на Кубке Первого канала. А мы продолжим. И следующая номинация «Лучший бомбардир». Премия вручается игроку, набравшему в прошедшем сезоне наибольшее количество очков по системе «Гол плюс пас» в матчах за национальную сборную России. Итак, вновь приковываем внимание к экранам. Премия вручается игроку, набравшему в комментарии. Итак, заветный конверт. Небольшая интрига. И, внимание, лучший бомбардир. Андрей Кузьменко. Приглашаем к мигарду в луну. Не стесняйтесь. Спасибо большое, хочу сказать, за эту награду. Дальше больше. Работаем. Все. Краткость, сестра таланта. Ну что ж, идем дальше. Вратарь — это полкоманды. Хорошо знакомые всем нам выражения, отлично отражающие картину на ледовой площадке. И наша следующая номинация — лучший вратарь. Для определения победителя в ней также пришла нам на помощь статистика. Внимание на экран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну и конверт в студию. Определим нашего героя. Точнее, его уже определили. Итак, внимание, лучший вратарь — Илья Сорокин. Аплодисменты. Увы, Илья Сорокин тоже не смог присутствовать, но он прислал нам видеообращение. Так что тоже давайте послушаем и посмотрим. Всем привет. Спасибо за столь высокую оценку. Это заслуга парней, с кем я выходил на лед. И тех ребят, которые помогали за его пределами. Всем спасибо. Всем удачи. Далее мы переходим к номинации «Лучший новичок». В ней представлены спортсмены, для которых прошедший... В ней представлены спортсмены, для которых прошедший сезон стал дебютным в составе сборной России. Каждый из них старался заявить о себе максимально ярко и помочь команде добиться результата. Уверены, каждого непременно ждет большое будущее, ведь уже сейчас они показывают невероятные результаты. Давайте посмотрим на наших номинантов на экране. Итак, победитель в номинации «Лучший новичок» был определен голосованием спортивных журналистов, которые пристально, внимательно следили за игрой каждого из них. Итак, узнаем имя лучшего новичка. И это Иван Морозов. Что ж, добро пожаловать на сцену. Держите кубок. Спасибо за эту награду. Спасибо тренерам, руководствам за доверие. Еще раз поздравляем Ивана. И переходим к следующей номинации. Незаметный герой. Спортсмены, тренерский штаб. Это, без сомнения, лицо сборной. Однако, вокруг них еще есть множество людей, которые тем или иным образом задействованы в жизни команды. Они вносят свой вклад в каждый успех и в каждую завоеванную медаль. Однако, ни болельщики, ни общественность практически ничего о них и не знают. Организаторы премии считают важным награждать этих людей, тем самым подчеркивая тот факт, что хоккей — это в первую очередь команда, которая существует не только на льду, но и за его пределами. Победитель в этой номинации определяется голосованием игроков и тренерского штаба сборной России. Ну, сейчас мы увидим и узнаем. Итак, это незаметный герой Александр Шишкович. Друзья, аплодисменты! Спасибо за номинацию. Только вперед, ребята. Золото будет наше. Спорт неразрывно связан с азартом, с ожиданиями, с волнением за результаты. Все это касается не только болельщиков, но и самих игроков, тренеров и всех, кто находится внутри команды. Наша следующая номинация «Ставка на сезон» будет вручена спортсмену, который внушает наибольшую уверенность в успехе своего следующего спортивного года. Этой наградой мы как бы говорим «Мы знаем, что ты поможешь нашей команде победить» и ставим на тебя. Для вручения приглашаем на сцену президента букмекерской компании «Лига Ставок» Юрия Васильевича Красовского. Наша ставка на Вадима Шипачева. Всем здравствуйте. Рад, что ставите на меня. Надеюсь, не подведу. Спасибо. Патриотизм. Патриотизм. Это не только свою честь и честь команды, но, что самое главное, честь страны. Внимание на экран. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Без любви к родине не были бы одержаны те большие победы, которые есть в копилке нашей страны. Следующая номинация «Мой дом, Россия» именно об этом. Юлу Риат, хоккеист, который, поиграв за океаном, вернулся на родину и смог перезапустить свою карьеру, причем настолько удачно, что вошел в состав национальной сборной. Определить победителя нам вновь помогли представители СМИ, которых мы попросили отдать свой голос за одного из трех кандидатов. Итак, момент истины. «Мой дом, Россия» победитель Никита Сошников. Приглашаем на сцену. Хотелось сказать спасибо за номинацию опять и за доверие тренерского штаба, руководства, в принципе. Ну и удачи нам на турнире. Мы приближаемся к завершению церемонии и переходим к последней номинации за вклад в развитие хоккея. В ней награда достается тому, кто серьезно повлиял на развитие нашего любимого вида спорта. Помогал нашей команде добиваться выдающихся достижений и навеки свое имя вписал в летопись отечественного хоккея. Просьба внести конверт. За вклад в развитие хоккея награда вручается Михайлову Борису Петровичу. Ваши тоже аплодисменты не менее бурные. От всей души поздравляем Бориса Петровича с заслуженной наградой. К сожалению, он сегодня также не может здесь присутствовать в зале. Но он записал видеообращение, которое мы хотели бы вам презентовать. Следом за этим. Приятно, что Федерация хоккея совместно с Лигой Ставок избрали меня лауреатом. Хочу пожелать развития Федерации хоккея и Лигой Ставок, чтобы совместная работа продвигала наш российский хоккей на более высокие места, которые нам бы хотелось, чтобы команда, национальные команды, весь наш хоккей занимал во всем мире. Большое спасибо на то, что выбрали меня. Еще раз аплодисменты. Что же, на этом торжественная церемония вручения премии Героев Хоккея подходит к своему логическому завершению. Все 10 наград нашли своих героев, своих обладателей. Мы еще раз искренне благодарим каждого присутствующего в этом зале, а в особенности номинантов и победителей премии. Хоккей — это спорт, в который идут только сильные духом люди. На их пути встречается множество преград и трудностей, и прошедший сезон этому яркое доказательство. Но также он показал и то, насколько сильно каждый игрок нашей сборной желает достигнуть заветной цели — победы. Премия Героев Хоккея создана для того, чтобы каждый, кто вносит вклад в развитие спорта в нашей стране, получал достойную награду за свой труд. Наши спортсмены — это действительно герои, которых мы должны поддерживать всеми силами. Спасибо вам, друзья. До скорых встреч. Но на этом, хочу сказать, не переключайтесь. Через несколько секунд у нас начнется пресс-конференция. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Спасибо... Спасибо за ответы... Алексей Фомин... Продолжение следует... 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 Спасибо. Продолжаем. Алексей, пожалуйста, еще вопрос. Вопрос разведет по полу Бердина. Интересно. Может быть, Роман Боисович задать? Потому что действительно человек интересный пошел в карьерный кузин. Но вы знаете, у нас нет таких понятий здесь, что клуб определяет место сборной. В сборную попадают лучшие игроки страны. Независимость от прописки в клубе. И то, что сейчас Миша Бердин является игроком клуба Сочи, он также остается кандидатом в сборную. Ничего не поменялось. Конкуренция, двигатель прогресса. Спасибо. Спасибо. Продолжаем. Так, ну что, у нас два человека участвуют. Давайте подключайтесь еще. Можно Марат еще? Да, пожалуйста, Павел. Валерий Анатольевич, может тогда продолжать тему вратарей? Завтра уже играем со шведами. Может быть, скажете, кто завтра сыграет в воротах со сборной Швеции? Спасибо. Завтра будет защищать Александр Самамов. Спасибо за ответ. Павел, пожалуйста. В понедельник Александр Овечкин играл в матче «Связь поколений». Шутку он сказал, что Валерию Брагину стоило бы обратить внимание на связку Овечкин-Буре-Патанин. Но если говорить серьезно, если бы Овечкин сыграл на Кубке Первого канала за сборной, это была бы бомба и большое событие для нашего хоккея. Наверное, вопрос к Владиславу Третьевту и Роману Ватенбергу. Теоретически вы думали об этом, чтобы Овечкин на Кубке Первого канала заехал? Мы постоянно мониторим ситуацию. На Олимпиаду Южную Корею у нас было 100 кандидатов, включая всех игроков НХЛ и всех игроков КХЛ. Мы со всеми общаемся, со всеми на связи. В этой ситуации в жизни все возможно, но здесь есть камни преткновения. Это в первую очередь его страховка. В первую очередь. И разрешение клуба Вашингтон Кэпиталс. Поэтому де юра это было невозможно. Спасибо. Я хочу добавить, что еще и вы поймите, что наши игроки играют уже сколько месяцев, а он и не играл уже сколько. Он мог бы и травму получить, поэтому мы таким именем рисковать просто не можем. Спасибо. Я вижу, Дмитрий Федоров хочет задать вопрос. Дмитрий Федоров, матч ТВ-комментатор, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Хотел спросить у Валерия Николаевича Брагина о том, изучается ли соперник на Кубке Первого канала. Потому что на крупных турнирах в рамках КХЛ понятно, что дается игрокам скаутинг-лист по соперникам, по особенностям их игры. Целесообразно ли на этапе Евротура рассказывать хоккеистам о том, как действуют отдельные хоккеисты соперника? Ну, я так скажу. Мы всегда отталкиваемся от своей игры. Самое главное – качественно играть с нашей стороны. Конечно, мы отдельные моменты разбираем соперников с прошедших Евротуров. Но самое главное – мы отталкиваемся от своей игры. Спасибо. Спасибо. Продолжаем. Илья Соболев. Вопрос Валерию Николаевичу по комплектации состава. Вот есть Дамир Жафяров, входит в пятерку лучших бомбардиров регулярки КХЛ. Вчера набрал два очка в матче с Зинамо Ригой. Он не в составе, потому что он как раз не подходит под стратегию, про которую вы сказали, или по каким-то другим причинам? Мы никого не списываем, значит, все ведущие хоккеисты лиги являются кандидатами, поэтому на той позиции, где он смог бы сыграть, значит, мы выбрали другого игрока, поэтому никто у нас не списан. Ну, значит, мы следим постоянно за игроками, и поэтому в дальнейшем будем смотреть, как будет дальше он играть. Дмитрий Пономаренко, пожалуйста. У меня продолжение этого вопроса к Валерию Николаевичу. Скажите, а есть ли вообще бы игроки сейчас, которые по каким-то причинам, ну, предположим, изоатрам самый простой, не попали в сборную, хотя вы хотели бы их посмотреть именно на этом этапе? Конечно, Слепышев, Шалунов, это два нападающих, ведущих нападающих в своих клубах, поэтому они травмированы на данный момент. И еще, если можно, у меня сразу вопрос, держит ли тренерский штаб сборной в голове ситуацию, что на чемпионат мира, скорее всего, придется формировать команду из ребят из КХЛ, потому что, скорее всего, Ван ХЛ еще регулярно будет в это время идти. И, собственно, начинается ли подготовка уже сейчас тогда? Конечно. Кубок Первого канала, такой будет серьезный проверочный турнир, который будет определять уже такую группу кандидатов, которые будут готовить к чемпионату мира. Понятно, если сезон будет в НХЛ, то рассчитывать на игроков в НХЛ просто невозможно. Поэтому сейчас очень серьезная такая будет аналитическая работа проведена и будет сделать такой серьезный отбор. Поэтому у всех есть шанс попасть, поэтому все в руках игроков. И я думаю, на чемпионат мира поедет команда из игроков, составленная из КХЛ. Спасибо. Владислав Уткин, Ол Хоккей. Да, добрый вечер. Валерий Николаевич, вопрос вам. Продолжение темы вратарской бригады. Сыграли на турнире все три вратаря или же вы уже выбрали двоих, которые составят основу? Спасибо. Я не понял вопроса, поэтому... Владислав, повтори, пожалуйста, потому что ты прерывался во время того, как задавал вопрос. А, я понял, хорошо. Слышно? Да. Алло. Определились ли уже с двумя вратарями, которые будут задействованы на турнире, или же дадите сыграть по игре каждому? Ну, мы советуемся, да. Поэтому сейчас отталкиваемся от первой игры, а там уже посмотрим. Коллеги, я вам напоминаю, что можно задавать вопросы игрокам, здесь вся команда, поэтому, пожалуйста, спрашивайте, не застиняйтесь. Павел, пожалуйста. Вопрос к Владиславу Третьяку. Когда Максим Третьяку 37 сейлов в Хабаровске, я подумал, что, наверное, он может быть даже кандидатом на Кубок Первого канала. Как вы объясните, за счет чего Максим действительно достиг такого большого прогресса? И вы сами могли бы себе представить мысль, что однажды он будет вызван в сборную? Потому что Третьяк ворот в красной машине – это очень сильный бренд был бы на домашнем этапе вратаря. Вы про Максима Третьяка говорили? Паш. Да, он хорошо играет в сезоне. Да, он получил хорошую игровую практику, и мы тоже следим. И очень радует, что он прогрессирует. Поэтому никто не списан, все возможно. Но вопрос к Третьяку на самом деле был. Хорошо, спасибо. Не, я рад за него, что ему предоставилась возможность в этом году. Он уже практически 17 матчей сыграл. Я очень рад за него. Мы после каждой игры с ним разбираем все моменты. И тренер вратаря ИСКА тоже смотрит за ним, который его воспитывал, еще тоже помогал ему в детской команде. Поэтому я очень рад, что он старается. Не все получается, конечно, команда молодая. Но я думаю, что сейчас еще рано его призывать в сборную, потому что он еще должен доказать, что только достойные люди должны быть в этой команде. Поэтому ему еще надо добраться опыта. Спасибо. Дмитрий Федоров. Еще вопрос. Кто рассаживал игроков в раздевалке? В клубах понятно, что исторически как-то сложилось, кто с кем сидит. А здесь в сборной вот только все приехали, как игроков разместили. Расскажите, пожалуйста, если это не секрет. Вы знаете, мы стараемся все-таки оставить что-то для команды. Раздевалка, внутренняя кухня. Но сегодня вы получили героя хоккея Шишкович. Вот я думаю, что он как-то после турнира расскажет, как это было. Спасибо. Продолжаем. Павел, еще вопрос. Как вы думаете, есть ли ЭПХЛ проблема с российскими центрфорвардами? Потому что сильно играют иностранцы. Может, как-то немножко притесняют нас, наших игроков, и ограничивают вам выбор. И, с другой стороны, СКА, там, по-моему, три иностранца сильных центра. Это помогает развиваться россиянам или, наоборот, они немножко зажаты? В последние годы сложилась такая ситуация, что нехватка таких определяющих центральных нападающих, как Вадим Щебачев. Поэтому то, что в клубах очень много на этих позициях иностранцев играет, ну, значит, нужно в клубах лучше работать над этими позициями. Тогда иностранцы не будут играть. Вот такой... Я добавлю, товарищ Николаевич, что мы всегда говорим, что конкуренция, двигатель и прогресс. И по спортивному принципу в клубах не смотрят на национальность. У нас нет дискриминации по национальному признаку. У нас играют лучшие. И в это же время обязанность каждого тренера, каждого клуба делать все возможное для развития наших российских игроков для сборной России. Спасибо. Да, спасибо. Давайте продолжаем. Давайте еще три вопроса. Алексей. Да, у меня вопрос Дмитрию Смарукову. Сейчас много слухов идет относительно того, что скоро все-таки будут объявлены даты начала сезона в Северной Америке. И по вам, в частности, непонятно, остаетесь вы в ЦСКА или нет. Можете как-то сказать точно, каковы ваши перспективы на ближайшие полгода? Нет, я в аренде до конца года. И будем играть в ЦСКА и прогрессировать как игрок, набираться опыта. Спасибо. Еще вопрос. Павел. Да, у меня есть еще один вопрос. Мы привыкли к тому, что на этапе Еврокурта обычно мы играем четверг с финнами, суббот – шведы, чехи, воскресенье. Сейчас все перемешано. Шведы, чехи, финны. С чем это связано? Или это так просто мелочный, к которому не стоит обращать внимания? И второй вопрос. Уже хитом нашего окея стал матч под открытым небом на «Газпром-арене». На какой стадии в этом году этот матч был отменен? И планируете ли вы его проводить в следующем сезоне? Есть ли надежды? По-моему, в четверг мы всегда со шведами играли. И последние много лет первая игра всегда была со шведами в Москве. Это в Финляндии вынесены матчи. А у нас все время со шведами первую игру, вторую мы играли с финнами, а третий, последний с Чехом. По-моему, вообще не меняется ничего. Ну а насчет открытого, вот этот матч, который действительно потрясающий. Я помню, когда был, Санкт-Петербург такое удовлетворение получал, потому что только людей, болельщиков пришли посмотреть. Это был и концерт, и наимитые артисты выступали там. И вы знаете, настоящий праздник. Но, к сожалению, дальше ответит Роман. Конечно, мы планируем этот матч организовать в следующем сезоне. Тай бог, здоровье позволит. Мы победим вирус вместе и проведем матч под открытым небом. И установим новый рекорд. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Дмитрий. У меня пара вопросов Вадиму Шипачеву. Первое. Он уже привык к роли капитана в клубе давно. Насколько все-таки капитанство сборной отличается от роли вожака в клубе? И, может быть, для него самого, есть ли в этом разница какая-то и важность этого события? Алло, алло. Да не, на самом деле, мне кажется, в принципе, примерно то же самое. Я рад, что меня назначили капитаном. У нас классная команда, и мы хотим выиграть турнир. Еще что-то весело. Второе. Он не удивлен, что маловато людей из «Динамо»-то пригласили. И согласен ли он с выбором тренера в сборной? Или он кого-нибудь еще бы посоветовал, может быть? Вы, может, посоветуешь кого-то? Я, наверное, не ко мне, да, на эти вопросы. Спасибо большое. Давайте заключительный вопрос. Я думаю, если вопросов больше нет, тогда спасибо всем за внимание. Всего доброго. Заканчиваем нашу конференцию и церемонию. Всем спасибо за участие. Спасибо. Продолжение следует...